Как правило, действительно, это правильно, они не столько плохие, но, как правило, знаете, что делают? Меняют ХВ-мопа на ХВ-мопа на другого производителя, то есть вопрос не решается, но ваши плохие возьмем другие, и эти плохие третьи. Второй момент, не нравится качество отжима, часто подбирают какой-то уникальный отжим, который будет уникальным отжимателем, или супер отжимателем, отжимать-то как нужно, или не ломаться, всякие какие-то инструменты, но разводы остаются. Химические средства, как правило, их начинают менять интенсивно. Это не подходит, это попробуем, это попробовали, это не подходит, это поработали, перестало работать. И вот что происходит. На самом деле, не понимая простой вещи, что это, конечно же, комплекс, во-первых. И самое важное, что отмечают именно люди, кто работает руками, что разводы, оставляя химические средства, концентрация превышена больше 4%. Особенно заметно это на темных и глянцевых полах. Если концентрация превышена, это уже разводы. И, как правило, это не грязь. Вот эти меловые, беловые разводы, это и есть избыточное количество химических средств. В некоторых случаях, когда мы понимаем, что пол уже у нас, скажем так, захимичен, по-другому не могу назвать, его нужно отмыть просто чистой водой. Иногда у нас бывают контракты, мы входим на объект и не понимая, что оно нанесено на поверхности, мы свою излюбленную химию начинаем принимать, применять к работе, и получаем непонятный эффект. И думаю, почему-то она не работает. Это как и на полу заметно, и самое распространенное это на хромированных лифтовых поверхностях. Часто одни компании наносят химические средства, чтобы защитить, и другие химические средства, чтобы очистить. Мы приходим, не смывая это средство, наносят это, и получаем результат, когда металл просто горит. Он становится маком, появляется пятна, справиться с этим не может. Поэтому, получая новый контракт после какой-то компании, я думаю, провел бы химический анализ, и лучше бы вымолвил этот объект, однозначно. Если мы туда будем ставить систему подготовки, как экономическую оправу, то его нужно обязательно очистить. И любой технолог иностранной компании вам скажет, для системы предварительной подготовки требуется глубокая очистка, потому что эта система одношаговая. И они закладывают уже бюджет, как минимум раз в квартал, куда заезд поломоечных машин. Комплекс, разводы, борьба с разводами комплекс. Есть насадки, которые отжимаются хорошо, есть насадки, которые отжимаются хуже. Как правило, КВ-насадки отжимаются хорошо, лучше. Даже оставаясь тяжелыми, они начинают впитывать. Синтетический материал, как правило, только отдают кулаку. Концентрация химических средств и каким средством мы пользуетесь. В частности, иногда технологи советуют использовать особенно дебилляцию в половке, понимая, что это примерно такая же задача по решению удаления суспенции, и ощущение, поверьте, она похожа на зеркальное. Поэтому советую решить этот вопрос, используя химию для стекла. И он успешно решается. Единственное, это вопрос запаха. Возможность проведения это для поддерживающей уборки во время посетителей. Есть возможность избежать разводов, если у вас жесткая вода, чуть-чуть подкислитель. Есть некоторые нюансы. Но поймите правильно, это комплекс. Но самая большая ошибка, на которую я сейчас заострю внимание, это передозировка. Поймите правильно, когда наш сотрудник разбавляет химические средства, он думает, я беру по H12, налью больше воды, и у меня осталось по H6. Это вот так ошибка. Это самая-самая ошибка. То, что есть на объектах. Другой думает, я налью больше химии на баламойку или в ведро, и я получу больше эффектов. Ничего подобного. Если даже концентрация будет в разы больше, особого эффекта это не даст. Поэтому мы должны понимать, что у химии есть время экспозиции. То есть химии нужно дать поработать. Поэтому правильнее убирать санузел, сначала нанести на него химию, дать ему время поработать, заняться на другую поверхность, потом уже с ежиком смыться. Но, как правило, способ, который мы применяем, мы льем наш сотрудник и одновременно чистим. И он уйдет до тех пор, пока он не увидит релизну. Время экспозиции требуется химии. Химия должна работать. Воздействие химии при одновиденной деревнешке одношаговой минимально. К тому же остаток химического средства остается на поверхности и успешно загрязняет оставшиеся загрязнения. Поэтому, в частности, применяют даже хорошие баламойки. Мы умываем торговый центр. Он у нас белоснежно-белый становится. Но буквально час-два он становится даже хуже, чем до того, как мы его убрали. Потому что, превышая концентрацию, в первую очередь, мы портим поверхность. А второе, мы наносим палы, которые чистят потом нашу область. В частности, проверяя, есть ли остаток химии большой на поверхности, можно взять салфетку, потереть. И в 80% это будут желтые пятна. Не черные и коричневые грязи, а желтые. То есть, остатки химических средств. Вот и все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на стенде компании «Круппай». Всего доброго.